Только в прошлом году в результате кибератак и действий интернет-мошенников казахстанцы лишились больше 16 миллионов долларов. Такие данные перевели эксперты по кибербезопасности. Всего за этот период в полицию обратилось свыше 20 тысяч граждан. Однако специалисты уверены, что на деле обманут их в разы больше. Созданию новых схем интернет-афер способствует высокий уровень цифровизации, говорят участники форума. В Казахстане цифровых решений больше, чем где-либо на просторах постсоветского пространства. Потому у аферистов, в том числе зарубежных, интерес к нашей стране растет. Топ-3 проблемы. Ну вот, наверное, сейчас я бы назвал это первое. Конечно же, это фишинг и все мошенничество, которое относится к этой теме, включая дипфейки. Вторая большая проблема – это, наверное, некая не очень высокая пока еще культура киберграмотности. И третья проблема – это очень большое увлечение технологией, в том числе и западными решениями. То есть, на самом деле, задача этого форума в том числе – инициировать и подтолкнуть рост локальных казахстанских решений. Да, они появятся не сразу, они появятся там не завтра. Но вот это бесконечное копирование заимствованной технологией, оно должно, наверное, прекратить. Шестой форум в Астане побил рекорды прошлых лет как по количеству участников, так и предложенных решений в сфере информбезопасности. Впрочем, количество киберугроз, как и ущерб от хакерских атак в мире растет ежегодно. В связи с развитием систем искусственного интеллекта преступления становятся все более изощренными. Только в прошлом году в мире предотвратили свыше 160 миллиардов попыток взлома систем. В 2024 году их станет в разы больше, прогнозируют аналитики. Многие данные из государственных систем, они стали публичные, да, утекли. Многие группировки, хакерские группировки, мошеннические группировки и так далее, находятся где-то в странах СНГ. Они уже знают, они уже проанализировали, они уже собрали контингент потенциальных людей, да, проанализировали, сколько у них, возможно, уже денег есть, да, проанализировали, насколько они грамотны. Создается портфолио уже под каждую личность, и вот такие вот группировки, они действуют точечно. Тем временем в Казахстане намерены увеличить штраф из-за нарушения защиты персональных данных, сообщили в Министерстве цифрового развития. Эта сумма может вырасти до 6 миллионов тенге. Напомню, месяц назад персональные данные около 2 миллионов казахстанцев утекли в сеть. Все они были клиентами микрофинансовой организации, ее штрафовали на 2 миллиона. Эксперты уверяют, мошенники не используют сложные схемы и технологии. Их расчет на доверие и наивность. Как отметили на форуме, кибергигиена – один из надежных способов защиты. Радмир Ибраев, CBC, Казахстан.